Авария на 182-м километре трассы М-10, Калининский район области. Здесь по принципу так называемого заднего варианта столкнулись две газели. В ДТП пострадал водитель невиновной газели, мужчина 70-го года рождения. Травмы, полученные водителем, довольно серьезны. Сотрясение головного мозга, черепно-мозговая травма, ушиб головы. По данным ГИБДД, оба водителя были трезвы. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны на дороге. Защита прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. Обращения, поступающие по телефонной линии «ребенок в опасности», незамедлительно принимаются к рассмотрению и находятся на контроле в следственном управлении, вплоть до принятия окончательного решения. Прием сообщений ведется круглосуточно. Защита прав несовершеннолетних остается одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления. Обращения, которые поступают на телефонную линию «ребенок в опасности», незамедлительно принимаются к рассмотрению, находятся на контроле в ведомстве, вплоть до принятия окончательного решения. Прием сообщений осуществляется круглосуточно в режиме диалога с оператором, сотрудником отдела по приему граждан и документационному обеспечению следственного управления. На официальном сайте ведомства в сети интернет, на информационных стендах следственного управления и территориальных следственных отделов размещена информация о работе телефонной линии «ребенок в опасности». В целях активизирования информационно-разъяснительной работы о функционировании в следственном управлении данной телефонной линии население города Твери и Тверской области ежемесячно информируется через официальный сайт следственного управления, региональные средства массовой информации и социальные сети о круглосуточной работе, указанной линии, на которую могут обратиться как сами дети, так и их родители, а также любые граждане, которые обладают информацией о совершенном или готовящемся преступлении против несовершеннолетнего или малолетнего ребенка. Продолжение следует...